Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях председатель городского женсовета Ирина Клементьева. Ирина Селодна, здравствуйте! Здравствуйте! Ирина Селодна, мы с вами встречаемся 8 июля, в день любви, семьи и верности. Скажите, пожалуйста, что для вас этот праздник? Праздник День семьи, любви и верности, он, в общем-то, новый праздник. Всего лишь с 2008 года утвержден. Но я думаю, это очень правильный праздник, потому что День семьи, любви и верности – это, в общем-то, праздник для того, чтобы все те люди, которые заключают брак, они все-таки его заключали на всю жизнь. И для этого есть у нас примеры наших предков, какая должна быть семья крепкая, надежная, верная. Поэтому вот праздник как раз для того, чтобы мы воспитывали наших людей к чувству семейной жизни, чтобы в семье была и любовь, и верность. Там жили счастливые члены семьи. Государственная политика сегодня такова, чтобы действительно есть ощутимая поддержка со стороны государства, бюджета. Ну, а чувство любви и верности, мы должны все-таки приучаться к этому сами, мы должны смотреть на наши примеры. Поэтому есть примеры благоверных Петра и Феврония, которые, в общем-то, еще и издревле показывали, какой должна быть семья. И самое главное, есть у нас в России и хорошие, и плохие примеры, какие были семьи. Все-таки пришли к тому, что вот государственная семейная политика, она должна вести к тому, что если заключен брак, то он был все-таки заключен на небесах. Долгий брак, счастливый брак. И все, что не делалось, это для того, чтобы было счастливые дети, счастливое и хорошее потомство. Ну, мне кажется, философия этого праздника такова. Философия этого праздника совпадает с философией женсовета, которым вы руководите. Каковы основные цели вашей общественной организации? Женсовет гордо тоже занимается проблемами материнства, охраны материнства и детства, проблемами семьи. И сегодня мужчины нам говорят, что не забывайте произносить слово и отцовство. Да, мы все делаем для того, чтобы семья была полная. И надо формировать мнение молодых, особенно людей, то, что если состоялась семья, она действительно должна быть полной, дети должны воспитываться в полной семье, где есть папа и мама, где есть счастливые дети. Поэтому женсовет проводит именно все свои мероприятия с такой целью. И какие бы они ни были в день 8 марта, в день защитника отечества, в день матери, в день семьи, любви и верности, это все связано с тем, чтобы статус семьи укреплялся. Была и государственная поддержка, но и общественная сила. Это тоже имеет большое значение. Поэтому женсовет, проводя свою работу в городе, конечно, все делает для того, чтобы вовлекать в эту работу как молодых, так и тех людей, которые достаточно много прожили в семейном союзе. И, в общем-то, такие примеры должны быть показаны. Работая вместе с женсоветами, с женсоветами предприятий имеется в виду, вместе с территориальными общественными самоуправлениями мы выходим в семьи. В общем-то, благодарим тех людей, которые прожили в 50-е более лет. Вот это истинный пример для молодых семей, которые должны брать именно с таких людей примеры и строить свою семейную жизнь. Поздравлять таких людей – это, наверное, самая приятная обязанность, потому что это добрые люди, которые знают, как они прожили. Но, наверное, в вашей деятельности есть и не очень хорошая обязанность – это смотреть, следить, помогать не очень благополучным семьям. Да, в работе женсовета и такая, естественно, есть часть работы, где есть, в общем-то, не очень хорошие семьи, есть социальные сироты, есть дети-инвалиды, которым матерям надо помочь. Ведь тогда только именно в большую степень отвечает мама за ребенка. И в такие семьи наиболее тяжелые выезды получаются. Но, тем не менее, надо работать. И сегодня все, что делается государством, чтобы не было детей, даже вдруг, если что-то случилось, дети все-таки вновь возвращались в семью. Воспитание было семейное. Никакое учреждение не привьет той жизненной позиции создать свою крепкую семью. В общем-то, это только может общественность сформировать и такое мнение, и такое решение. И, конечно, мы здесь работаем в этом направлении. У нас есть и связи с несовершеннолетними, мы очень много работаем. Я считаю, что в первую очередь с ними надо, с подростками, им говорить. Планируя свою жизнь, они понимали, что более надежно это жить в семье. Ну, и те дети, которые испытывают какие-то жизненные трудности, если в семье какие-то неприятности, они в первую очередь это ощущают. И как раз вот этим детям надо и говорить. Работая в школах, работая даже вне школ, мы пытаемся решить вот какие-то отдельные проблемы. Ну, и контроль, конечно, должен быть со стороны общественности за нашими образовательными учреждениями. Вот этот контроль мы и осуществляем, проводим. Это, в общем-то, работа такая общественная, но она дает свои результаты. Мне кажется, эта общественная работа, она для неравнодушных людей, для людей, у которых открыто сердце, и которые могут помогать. И вы, наверное, в своей работе, вот вы сейчас рассказываете о помощи, о подростках, о детях-сиротах. Конкретно какую адресную помощь вы оказываете? Какая адресная помощь? Ведь получается, что наши дети-сироты, они, в общем-то, со стороны государства обеспечены всем. Но их надо научить элементарным вещам, элементарное общение с детьми, потому что закончатся годы пребывания в таком учреждении, надо выходить в самостоятельную жизнь. И здесь человек должен быть подготовленным в этой самостоятельной жизни. Почему наши дети-сироты страдают очень часто? Потому что они не всегда готовы. И встреча с такими ребятами, в общем-то, помощь им сформировать свой быт, уют, это тоже осуществляют наши женщины. Но здесь мы подключаем всю уже общественность, чтобы реально помочь. Ну, а если есть необходимость помочь многодетным семьям, мы тоже с радостью в такие семьи выезжаем, очень часто спрашиваем, какие у них трудности, с чем помочь. Да, можем мы чем-то помочь, но если нужна общественная сила, что-то просить, требовать, предлагать органам власти, мы тоже этим занимаемся. Ну, какие основные проблемы, с которыми к вам обращаются? Вот многодетные семьи, да, еще какие-то неблагополучные семьи? Многодетные семьи – это, в первую очередь, жилищный вопрос. А если семьи там, где есть несовершеннолетние, в общем-то, здесь нужны психологи, врачи, которые могли бы помочь, в общем-то, справиться с проблемами в семье. А здесь мамы очень часто страдают из-за того, что не находят взаимопонимания с ребенком, и не всегда школа, школьный психолог может помочь, и поэтому мы привлекаем более профессиональных психологов. А, в общем-то, учим общению матери-ребенка, приходится заниматься такими вопросами. Очень часто, выезжая на предприятие, конкретно уже даем свои рекомендации на предприятиях. Дело в том, что если ребенок оказался в трудной жизненной ситуации, для него тоже есть возможность позвонить по телефону доверия, обратиться в специально созданные учреждения, чтобы и его защитили. Но вот очень часто все-таки нужна вот такая консультация, консультативная помощь. Очень часто нужны и врачи, которые могли посоветовать, посоветовать, что делать. Вот медицинская помощь в таких случаях тоже нами предоставляется. У нас очень много женщин-врачей, которые работают вместе с нами, и поэтому мы работаем вместе. Вы говорите о помощи, о жилищных каких-то проблемах, о многодетных семьях. Какие имеются рычаги влияния у вас, как у общественной организации, на госорганы власти? Каких-то рычагов управления и влияния у нас, естественно, их нет. Но, тем не менее, все-таки общественную организацию, женсовет уважают и прислушиваются к нашим просьбам. Дело в том, что у нас есть государственный жилищный фонд. В первую очередь он может именно помочь многодетным семьям. А сейчас, в общем-то, все надеются, многодетные семьи, на поддержку именно с этого государственного жилищного фонда. И мы тоже просим за те семьи, где, в общем-то, трое и более детей. Таких семей у нас сейчас в городе стало намного больше. Вот такая семейная политика, она привела к тому, что у нас демографическая ситуация улучшается. Для государства это очень важно. Мы это понимаем сами. И, естественно, если не будет продолжения строительства вот этих квартир из государственного жилищного фонда, решать проблему многодетных семей будет намного труднее. Хотя есть, кроме того, и другие программы. Ипотечные кредитования молодой семьи и так далее. Здесь очень много инструментов, которые можно выбрать. Но вот более быстро решаемый все-таки это государственный жилищный фонд. Мы считаем на первое время. А так, конечно, каждая семья должна иметь большой дом. Землю для этого государство предоставляет. В республике дается возможность иметь свой дом. Но пока дом построишь, это достаточно много проходит времени. А людям надо сегодня жить и воспитывать детей. Поэтому такие инструменты, которые сегодня есть, им надо правильно воспользоваться. А кроме того, у нас есть семьи, где, допустим, мужья служили в горячих точках на Северном Кавказе, в Чечне в том числе. И поэтому у нас есть и герои, и имеющие ордена мужества, и разные другие ребята, которые, в общем-то, тоже нуждаются и в семье в поддержке. И мы тоже берем на заметку ходатайствуем о таких семьях, чтобы им тоже была оказана со стороны нашей республики, в данном случае, огромная поддержка в улучшении жилищных условий. Ирина Силовна, вы уже обмолвились, что у вас есть в организации медики. Скажите, кто может войти в вашу организацию, кто может стать членом вашей организации? Как это можно сделать? В женсовет у нас могут все неравнодушные женщины прийти. Мы всех с радостью ждем. У кого-то есть свои программы, приходят молодые. Мамы с одними своими предложениями, кто постарше, значит, с другими предложениями. Но для всех найдется работа, какой бы мы профессии не принадлежали. Самое главное – это неравнодушное сердце, это, в общем-то, помощь, сострадание, поддержка других. Я думаю, вот такие люди могут к нам прийти в любом варианте. Мы работаем через женсоветы предприятий, учреждения, организации. И у нас все представлены в женсовете города, все профессии. Будем всех с любовью ждать. Самое главное – это общественная работа, это твое личное время, которое ты тратишь. Но это тоже приносит, в общем-то, хорошее чувство удовлетворения, потому что ты смог помочь чем-то людям. А это, в общем-то, очень хорошо на человека сказывается. То есть к вам может прийти любой и сказать, я хочу с вами работать, возьмите меня к себе. Да, он может так сказать. Мы работаем через женсоветы предприятий, вот еще раз я повторюсь. А президиум, он избирается, президиум женсовета, избирается на конференции женщин. Вот сейчас мы избрали президиум, куда вошли разные представительницы. И мы вот работаем уже второй год. Три года, и каждые три года идет переизбрание президиума женсовета города, как и президиума женсовета республики, аналогично. Ирина Силовна, пользуясь случаем, у нас есть такая возможность поздравить всех женщин, все семьи, всех женщин и мужчин, их детей с праздником Днем Семьи, Любви и Верности. Я тоже хотела бы присоединиться к поздравлениям, поздравить всех с Днем Семьи, Любви и Верности. Пожелать всем мудрости, чтобы каждый человек пытался сохранить любовь на долгие годы. И те, в общем-то, люди, которые нам это показали, как Петр и Феврония, несмотря ни на какие трудности, сохранив любовь на долгие годы, вот такую же любовь в семье, сохранять всем нам, чтобы была крепкая семья, все проблемы решались в семье, чтобы у нас жили счастливые дети, и только любовь и внимание царила кругом, везде, праздником. Спасибо большое, Ирина Силовна, спасибо, что к нам пришли. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была председатель городского женсовета Ирина Клементьева. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин